МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Спикер Можилиса Нигматуллин рассказал о недоверии населения к статистике. В Оксайе достигнута стопроцентная обеспеченность в дошкольных учреждениях. Таких результатов удалось добиться благодаря активному строительству детских садов. Ко дню города в Уральске сдали новый шестиэтажный дом, построенный по программе государственно-частного партнерства. Ключи от квартир получили десятки горожан. Спикер Можилиса Нигматуллин рассказал о недоверии населения к статистике. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, почему цены в магазинах и на базарах разнятся с данными официальной статистики. Такой вопрос министру Сулейменову задали в ходе пленарного заседания Можилиса во время обсуждения закона по вопросам статистики. Подробнее в материале наших столичных корреспондентов. Цены растут, но почему-то статистики этого не замечают. Не связана ли их близорукость с неким политическим заказом? Известное изречение гласит о существовании трех видов лжи. Обычной наглой из статистики. И порой не согласиться с этим довольно сложно. Особенно в последние два года, когда население вовсю пожинает плоды девальвации. Допустим официальная инфляция у нас 7%, а реально, скажем, только бензин подорожал порядка на 30-40%. К примеру в Алматы одно яйцо может стоить от 30 тенге, тогда как в Петропавловске от 14, но средний показатель статистики 22 тенге. Статистика это когда одни едят мясо, а другие только капусту. Вот и получается, что вся страна ест голубцы. Картошка, огурцы и помидоры стоят дешевле в августе, в июле. Конечно, сезонная, мы не отражаем, мы не говорим. Мы просто сейчас же подстали под сомнение, что депрессия по продовольственным товарам у нас произошла. В профсоюзе совершенно депрессия 15%. Мы отвечаем за государственную статистику в соответствии с законом о государственной статистике, поэтому, понятно, альтернативные точки зрения могут быть у различных общественных объединений и так далее, но я предлагаю полагаться на данные государственные статистики. Наверное, самое ужасное, что исходя из этих цифр формируется стоимость потребительской корзины, по ним же определяется инфляция, а это уже вопрос политический. Сюда входит и уровень доходов бюджетников, пособия, ну и, конечно, пенсии. Согласно закону о пенсионном обеспечении, государство гарантирует не только сохранность денег, но и доход не меньше инфляции. Если следовать духу закона, при высокой инфляции придется серьезно заплачивать. Пожалуй, это основные причины, почему реальный размер инфляции министры будут скрывать любыми способами. Когда человек сравнивает ваши усредненные показатели с ценниками на прилавке, он видит между ними серьезную разницу. Вот отсюда, Тимур Мурадович, и наблюдается определенное недоверие к данным государственной статистики. И, наверное, вам и вашим специалистам надо продумать, как избежать такого дисбаланса. Существует международная методология, к которой мы вынуждены придерживаться. То есть, коль скоро мы идем в эти страны, мы вынуждены ей соответствовать. Но эта методология, она что подразумевает? В одну кучу берутся товары потребительские и предметы роскоши, например. В целом, на сегодня по различным группам населения мы имеем разную инфляцию. Однако статистика просто берет среднюю температуру по больнице. Всех смешали в одну кучу и вывели некую общую инфляцию. Но если взять средний класс, то он, скорее всего, не потребляет те базовые продукты, которые указаны в продуктовой корзине. Например, я привык кушать итальянские макароны. И они после девальвации подорожали на 80%. А макароны казахстанского производства на 7%. Усреднять такие разные данные странно. Поэтому нужна более детальная информация. Боуржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Можелесмены предлагают субсидировать первоначальный взнос ипотеки для граждан страны. Такое заявление прозвучало в депутатском запросе фракции АКЖОЛ. По мнению депутатов, ипотека должна была стать популярной. Но такого не произошло, потому что для ипотеки мало стимулов. Как выход, избранники народа предлагают применить опыт Шимкента, где Акимат помог деньгами желающим приобрести жилье. Для новой ипотеки Нацбанк придумал ряд ограничений. Ипотечная программа Нацбанка, вопреки своему названию, новой возможности приобретения жилья для каждой семьи рискует оказаться программой для ограниченного круга лиц. И вот почему. Первое – это ограничения по сумме. В программе установлена предельная стоимость жилья. Например, для таких городов, как Астана, Алматы, Ахтау и Атрау, максимальная стоимость жилья составляет 25 миллионов тенге. Для других регионов предлагается установить максимальную стоимость 15 миллионов тенге. Поэтому депутаты просят убрать эти ограничения. Также фракция Ахжол просит создать стимулы для ипотеки. В Шимкенте Акимат взял на себя выплату половины суммы первоначального взноса на ипотеку для некоторых социальных групп. Это и есть дополнительный стимул ипотеки. Также предполагается, что на начальном этапе будут рассматриваться заявки только на покупку первичного жилья. То есть вторичное жилье отпадает. Еще один нюанс. По расчетам Нацбанка можно приобрести двух-трехкомнатную квартиру при ежемесячном платеже 170 тысяч. Причем эту сумму Нацбанк называет вполне разумной. Представим себе молодую семью, в которой и он, и она имеют ежемесячный доход выше среднего. То есть на двоих получается 1000 долларов. Даже в этом случае такая семья не сможет рассчитывать на участие в новой программе. Потому что сумма ежемесячного платежа по кредиту не должна превышать 50% среднего дохода. Фракция Ахжол просит Нацбанк рассмотреть возможность распространения опыта Шимкента на всю страну, когда половина от суммы первоначального взноса ипотеки субсидируется. Еще одна деталь. Вероятнее всего, часть доли населения с низкими доходами уже имеет испорченную кредитную историю. А значит, они не будут у банков на хорошем счету при оценке кредитной заявки. В общем, новая ипотечная программа, признанная обеспечить квадратными метрами каждую семью, на поверку может оставить за бортом большинство казахстанцев, особенно молодых семей, нуждающихся в собственном и относительно просторном жилье. А воспользоваться ее и при таких параметрах смогут только единицы. Боуржанши Ахмед Ахмедяр Ильясов, телеканал ТДК-42 из Астаны. Одной из важных задач для Бурлинского района остается ремонт дорог. На это лето запланирован текущий ремонт внутриквартальных дорог, а также капитальный ремонт трассы. Акимобласть Алтай-Кульгинов предупредил подрядчиков, что объем работ увеличится, а недобросовестные подрядчики будут наказаны. Текущий ремонт улицы Тихоненко-Ваксай начат 12 августа этого года. На работу выделено 178 миллионов тенге. Протяженность дороги составила более двух километров. Кроме ремонта дороги предусмотрена замена системы освещения. На сегодняшний день практически 80% дороги сделано, остаток где-то 450 метров. Также у нас в проекте по ремонту дороги, это вот видите, с двух сторон ремонт тротуара. Это покрытие новым слоем асфальта двух сторон, это 4500 метров тротуара. Также замена водопропускных труб, это порядка 76 метров. А также, как вы видите, опоры на уличное освещение, опоры на светственном месте, это покраска опор и замена фонарей будет на современные светодиодные фонари. В черте города проводится ремонт теплопункта. В текущем году в Аксай запланирован капитальный ремонт и замена теплосетей. Соединяем полностью цифровизатор всех котельных в одну. Собственно, был один пульт управления. Подходит к завершению ремонт участка дороги Аксай-Жемпите протяженностью 15 километров. Таким образом, с момента начала работы с прошлого года уже отремонтировано 30 километров дороги. Задействовано более 80 человек. Сегодняшний идет черный щебень, который остался у нас до Аксая. Всего на 200 метров. Сзади идем второй слой. Объект мы должны закончить в ноябре. Акимобласт дал нам задание, что мы погодные условия, мы должны его закончить до середины октября. На ремонт участка из-за республиканского бюджета выделено около 700 миллионов тенге. На следующий год запланирован участок дороги от поселка Жембите. Протяженность его будет значительно больше. Марина Горбок, Ербуа Маншина, Рустам Чумашев, ТДК-42. В Аксая достигнута стопроцентная обеспеченность в дошкольных учреждениях. Таких результатов удалось добиться благодаря активному строительству детских садов. Последний сданный в эксплуатацию объект рассчитан на 240 мест. Он построен в северной части города. Здание отвечает всем современным стандартам. На торжественное открытие детского сада приехал Акимобласть и Алтай Кульгинов. Радость детей и родителей разделили и наши корреспонденты. Они продолжат. Праздник добрый у ребят. Все пиши тогда пора. Открываем мы сегодня наш огромный детский сад. Для детей и родителей открытие нового детского сада стало настоящим праздником. Теперь ребята, проживающие в этом районе, обеспечены первоклассным образовательным учреждением. Ясли детский сад открыли на базе первой Аксайской средней школы. Средства на строительство здания были выделены компанией КПО «БиВи». Детский сад соответствует всем стандартам. Техника, мебель, игрушки и прочие атрибуты предназначены для детей разного возраста. Государство проявляет огромную заботу и внимание именно к качеству образования. Образованная страна, образованная нация – это залог успешного развития государства. И, конечно, большая конкуренция. Мы должны выдержать только знаниями. Сегодня на очередь в детские сады Аксай от 3 до 6 лет 52 ребенка. Уже к концу месяца ожидает стопроцентный охват детей. Открытие детского сада – радость не только для детей, но и для взрослых. Появились новые рабочие места, как для воспитателей, так и для технического персонала. От имени родителей и детей хочу выразить благодарность нашему подрядчику за постройку такого красивого садика. Садик рассчитан на 240 мест, охватывает 11 групп, 7 из них будет на казахский, 4 русский, 2 ясли группы, 5 младших групп, 2 средних групп и 2 старших группы. Аким области отметил, что количество дошкольных учреждений увеличивается во многом благодаря государственно-частному партнерству. Из 500 детских садов, действующих в области, уже 52 являются частными. Марина Горбук, Ербао Маншин, Рустам Джумашев, ТТК-42. В уральских школах проводится проба МОНТУ. Операция делается с целью профилактики заболеваемости туберкулезом. Вакцина содержит в себе штаммы микробактерий туберкулеза, которые, попадая в организм, способствуют развитию длительного специфического иммунитета к заболеванию. Вакцинация школьников проводится бесплатно. Специалисты призывают родителей не отказываться от прививки, поскольку болезнь легче предупредить, чем лечить. Целью применения проба МОНТУ является выявление лиц, впервые инфицированных микробактериями туберкулеза и с гипергическими реакциями на туберкулин, а также отпор контингента для вакцинации и ревакцинации вакцины бациллок Альмета Гирена и раннего выявления заболевания. В Уральске 68 автомобили оказались под арестом из-за долгов их владельцев за тепло. Об этом сообщили в Аужек Теплоэнерго. Тепловики отметили, что долг населения составляет 367 миллионов тенге. Это в три раза ниже, чем после завершения отопительного сезона. И сбор долгов продолжается. В филиале Аужек Теплоэнерго, который расположен в районе остановки Юбилейная, многолюдно. Люди спешат заплатить по счетам. Многие из потребителей тепловой энергии в курсе, что сейчас должникам применяются жесткие штрафные санкции. В городской суд номер 2 передано более полутора тысяч исковых заявлений о взыскании задолженностей на сумму 65 миллионов тенге. Половина из этой суммы уже оплачена. Вынесено 678 постановлений об аресте недвижего имущества должника. В основном это квартиры, либо земельные участки. Также вынесено 368 постановлений о запрете выезда должнику за пределы республики Казахстан. То есть у него можно пересечь границу. Затем 68 постановлений вынесено о наложении ареста на автотранспортное средство. 129 постановлений о наложении ареста на банковские счета должника. В АОЖ «Теплоэнерго» отметили, что 83 миллиона – это так называемые проблемные долги. 31 миллион тенге задолжали квартиранты. 10 миллионов – должны владельцы пустующих сейчас квартир. 12 миллионов тенге – это наследники должников. Сотрудники предприятия продолжают акцию по сбору средств. Сейчас к ним присоединились участковые. В департаменте юстиции были сданы материалы в административный суд города Уральска для привлечения к административной ответственности должников АОЖ «Теплоэнерго». Троих должников привлекли к аресту на одни сутки. Одного должника привлекли к ответственности в виде штрафа. На сегодняшний день еще 11 материалов готовится для подачи в административный суд. Сейчас у судоисполнителей находится более 2000 исполнительных листов на сумму 109 миллионов тенге. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске сгорело два транспортных средства. Новый автомобиль Toyota Corolla уничтожен огнем практически полностью и вряд ли подлежит восстановлению. У грузовой «Газели» сгорела только часть тента. Пожарные смогли вовремя потушить огонь. К счастью, пострадавших нет. В пресс-центре ДВД Западноказахстанской области сообщили, что ЧП произошло этим утром во дворе дома по улице Мухита, 80. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники местной полицейской службы. В пресс-центре ДВД области ситуацию пока не комментируют. Ко дню города в Уральске сдали новый шестиэтажный дом, построенный по программе государственно-частного партнерства. Ключи от квартир получили десятки горожан. С новоселами встретились и наши корреспонденты. Еще пару лет назад на этом месте стояла старая аварийная двухэтажка, жить в которой было опасно. Люди и подумать не могли, что когда-нибудь смогут получить новое жилье. Дом сдали в эксплуатацию в текущем году. В нем 132 квартиры. Часть из них были отданы жителям аварийного дома, на месте которого и возвели многоэтажку. Первым делом мы не думаем о себе. Я думаю, что первым делом людям, жильцам, которые жили здесь, вместо старых своих квартир получили новую квартиру, отремонтированную для нас, как строителей, я думаю, тоже есть свои плюсы. Почему? Потому что государство обеспечивается сетями, дорогами, инфраструктуру полностью обеспечивает. Новоселов поздравил заместитель Акимобласти Багдад Азбаев. Мы знаем, какие были вначале трудности у вас. Многие у вас вначале даже не верили, что этот дом, ваш аварийный дом превратится, как говорится, в новый дом. Но сегодня мы все свидетели этого, как говорится, счастья. Ну, хочу пожелать в этот прекрасный праздничный день, чтобы в вашем доме, в ваших квартирах было счастье, побольше детей. Самый торжественный момент – это вручение ключей. Радости новоселов не было предела. Конечно, по сравнению с теми условиями, какая у меня была квартира, я получила двухкомнатную квартиру. Я очень довольна этой квартирой. И в канун праздника Дня города вот мы заселили. Необходимо отметить, что это пока первый дом в городе, в котором уральцы также смогли приобрести жилье по программе 7-20-25. Я по программе президента получил квартиру в этом доме, двухкомнатную квартиру в этом доме. Сколько копили вы, сколько вы первоначально взносите? Первоначальный взнос я внес на 2 миллиона, да. И вот сегодня только получили мы их. Получаем вернее. Как вам программа? Насколько она удобна для вас? Ну, очень удобная программа. Чем она удобна? Ну, во-первых, мы внесли часть денег сразу, и постепенно, по промежутку, наверное, 5 лет, мы накопили на эту квартиру благодаря вот этой программе. Программа ГЧП активно развивается, поэтому работа по сносу аварийного жилья будет продолжена. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Западно-Казахстанской области сборы арбузов в самом разгаре. Бахчеводы отмечают, что они получили хороший урожай. Но вот со сбытом есть проблемы. Поздняя посадка бахчевых культур сыграла против аграриев. Цена на местные арбузы и дыни снижается с каждым днем. Особым спросом в регионе пользуются тайпакские арбузы. Их выращивают в Акжаиксском районе. Треть всех посевов арбузов приходится на Алмалинский сельский округ. На полях всегда находится работа для местного населения. Выращивание бахчевых культур для многих является семейным бизнесом. Секрет тайпакских арбузов не только в плодородной почве, но и в применении влагосберегающих технологий. В этом году бахчевыми культурами засеяно 1730 гектаров. В настоящее время убрано 70% патильных площадей. Собрано более 16 тысяч тонн при средней урожайности 135 центнеров с гектара. Урожайность в этом году даже выше, чем в прошлом году. Поэтому в регионе наблюдается изобилие этих ягод. Мы продаем экологически чистый продукт. Вес арбузов достигает 20 килограммов. Тайпакский арбуз – это не только отличный вкус, но и польза для здоровья. Тайпакский арбуз считается своеобразным брендом западно-казахстанской области. Но мало это огромную ягоду вырастить, нужно еще и реализовать. И чаще всего продажа арбузов и дынь происходит вот так, здесь, на обочинах дорог. В этом году продавцам бахчевых культур удалось найти понимание с представителями местной полицейской службы. Хоть спасибо, что здесь дали работать. А раньше что? Раньше гоняли, сейчас не гоняем. Разрешили. А вообще где еще в городе можно арбузы купить? И хорошо они будут реализовываться? Какое место нужно? Ну это центральный рынок. А вот здесь, в других местах, я не знаю. А вот успеете ли распродать? Ну в этом году сейчас арендаторы жалуются, что они успевают. Цена падает каждый день. Сколько сейчас арбузов и сколько дыни стоят? Оптом 30. В рознице 50. 60. А дыни 150. Оптом 100. Стоит напомнить, что настоящие местные арбузы и дыни спеют долго. Но их вкус в лучшую сторону отличается от южных аналогов. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев. Телеканал ТДК-42. В Уральске состоялся КВН. Мероприятие приурочили ко дню города. В нем приняли участие 8 команд из Алматы, Актубе, Казаларды, Мангостаусской области, а также местные команды. Посмотреть на игру клуба веселых и находчивых собралось порядка 2000 зрителей. Команды сражались на кубок Акиму города. Организаторы отмечают, что с каждым годом игра набирает популярность. По итогам ее в этот раз выиграла команда из Актубе. В Уральске ежегодно этот фестиваль проходит именно в этом же месте. Он уже как на республиканском уровне, на высшем уровне проходит. Команды со всех стран, со всех городов собираются, республиканские команды, которые играют в высшей лиге КВН. Казахстанцы выиграли золото на азиатских играх. Две золотые медали по гребле на байдарках и каное и водному полу удалось завоевать уральским спортсменам Алексею Дергунову и Павлу Лепинову. На пути к победе они смогли обойти соперников из других стран мира. На родине чемпионов встречали родные, близкие, тренеры, представители управления физической культуры и спорта. Во время игр все они болели за спортсменов. Алексей Дергунов становится чемпионом уже не впервые. Признается, что за каждой его победой стоит огромный труд. Мы достойно держались, готовились, много сил на это потратили. Нам это, как говорится, сдалось. Счастливы, конечно, за нашу победу. Тяжело, в учениях легко в бою. Спортсменам удалось завоевать золото, опередив команды из Кореи и Ирана. Обладателем золота также стал спортсмен по водному полу Павел Лепилин. Я занимаюсь уже восьмой год. Тренировался я, начинал здесь, в бассейне. Потом меня отправили в интернат, в спортивную школу. Там я занимался, попал в молодежную сборную и дальше продолжал играть. И сейчас вот попал в сборную национальную. Гребли на байдарках и каное – вид спорта, хорошо развитый в западно-казахстанской области. Специалисты Управления физической культуры и спорта отмечают, что его необходимо развивать среди подрастающего поколения, чтобы не терять звание самых сильных и умелых в этой сфере. Прекрасный результат. Мы очень гордимся. И это огромный труд. Тем более, вы видели, какая напряженная борьба была. И это те виды спорта, которые являются приоритетами для нашей области, конечно. И мы будем очень много работать, чтобы достигать дальше результатов. У нас есть сейчас подрастающее поколение, и поэтому, конечно, есть над чем работать еще. И, конечно, мы гордимся нашими ребятами. Они молодцы. Чемпионов встретил и Аким области Алтай Кульгинов. Он поздравил их с победой и пожелал дальнейших успехов. Впереди спортсменов ждут не менее сложные тренировки и подготовка к Международной Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В очередной раз сеть магазинов «Мечта» радует своих покупателей скидками на электронику и бытовую технику. Только три дня, с 7 по 9 сентября включительно, «Мечта» дарит жителям и гостям города Уральск возможность приобрести качественный товар по невероятно выгодным ценам и условиям. Сделать подарок близким, приобрести необходимый товар для дома или же просто порадовать себя приятной покупкой вы сможете, посетив магазин электроники и бытовой техники «Мечта», который объявляет акцию «Бытовая техника без НДС». 7, 8 и 9 сентября в магазине «Мечта» вы сможете приобрести бытовую технику и электронику по небывало низким ценам и выгодным условиям. Уважаемые жители и гости города, сеть магазинов «Мечта» объявляет акцию «Бытовая техника без НДС». Только три дня, с 7, 8 и 9 сентября не упустите шанс приобрести товар по невероятно выгодным ценам и условиям, как за наличный расчет, так и в рассрочку. Приходите, мы будем рады вас видеть. Посетив магазин «Мечта», вы сможете найти все, что вам нужно. Ассортимент товаров удовлетворит потребности каждого посетителя. Телефоны, смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры и многое другое ждет вас в магазине «Мечта». Опытные продавцы-консультанты помогут выбрать вам оптимальный вариант. Также предусмотрено приобретение как за наличный расчет, так и в рассрочку. Адреса магазинов – улица Кормангазы, 69 в районе Центрального рынка и Сарамодатова, 10-1. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Спонсор прогноза погоды – магазин «Дом жалюзи». «Дом жалюзи» – мы создаем красоту вашим окнам. Наш адрес – город Уральск, проспект Евразия, 87 напротив горвоенкомата. Телефон 26 94 42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продажа и установка вертикальных и горизонтальных жалюзи. Ролл-шоры, мультивактурные жалюзи, горизонтальные жалюзи из бамбука или дерева. Фотожалюзи, сюжетные жалюзи с фотопечатью. Продажа и установка натяжных потолков. Матовые натяжные потолки, сатиновые и глянцевые натяжные потолки. Потолки с фотопечатью. Ширина полотна до 5,5 метров.